Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов в России в начале года стали, пожалуй, темой номер один. Вопросов как у населения, так и специалистов накопилось много. Как платить, куда и что делать с комиссией, которую взимают банки и другие организации за перевод платежей. Об этом сегодня говорили и на совещании в Доме правительства. Пенсионерка Мария Ивановна или председатель кабинета министров Чувашии. Проблемы в исполнении федерального закона о капитальном ремонте возникли общие. Не все, даже в Чебоксарске, я не получил платежку. Хоть мы с Олегом Ивановичем это обсуждаем, он говорит, что должен был получить, не получил. Поинтересовался у некоторых знакомых, из них многие тоже не получили. С чем это связано, почему? То есть отказывается управляющая компания ЦСЖ или это сбой в какой-то работе. Первые платежные документы за декабрь 2014 года до 15 декабря направлены в электронной форме до всех управляющих компаний ЦСЖ и ЖСК, управляющих компаний Чувашской республики. Они должны были по своему коду открыть, распечатать и вместе со своими платежными документами донести до собственников помещений. Однако порядка 10% платежных документов до жильцов так и не дошли. И некоторые УКАД, ЦСЖ и ЖСК разносить документы попросту отказались, отметила Альпиада Епифанова. Дело в том, что за каждый платежный документ им компенсируют по одному рублю. Денег этих хватает только на бумагу и краску, чтобы документы распечатать. Между тем, принтеры есть не везде, так что заказывать приходится у сторонних организаций. Так, каждая платежка обходится уже в 4 рубля. Проблемы возникли со сбором платежей. Основной поток пошел через Почту России и Сбербанк, а те, в свою очередь, взымают комиссию. Получается, у нас очень более выгодные условия – это через терминалы и через онлайн-платежи. По Сбербанку 2% от суммы взноса. Если через, получается, за наличный расчет, через операторов, то 20 рублей у них порог. Через онлайн-платежи у них 1% от вносимой суммы. Со всеми проблемами предстоит и разбираться. Между тем, конкурсы среди подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ уже объявлены. По двум определены победители. До 1 июля запланировано отремонтировать 281 дом. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев. Республика.